В прошлогодних ситуациях с задержкой начала отопительного сезона, как например в Калининском, Канаковском, Осашковском районах, повториться не должно. До 25 сентября чиновники обязаны представить отчеты о готовности объектов ЖКХ и соцсферы к зиме. Все этапы подготовки к отопительному сезону прописаны в соответствующем постановлении правительства. Это итоговый документ и постановка задачи на предстоящий период. Я хочу послушать детальный анализ прохождения с теми районами, которые здесь указаны, что они недоработали, с их приглашением. Послушаем, как они выводы делали, что они планируют делать или делают на совещании с главами. Но этот вопрос детально обсудить, довести этот документ, довести и, соответственно, сделать разбор. Еще один важный документ, принятый на заседании правительства и затрагивающий коммунальную сферу, новые региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2013 год. Они необходимы для расчета субсидий льготникам на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг. Предлагаемые к утверждению региональные стандарты дифференцированы по видам домов, это многоквартирные и жилые индивидуальные дома. По видам получателей субсидий отдельно рассчитаны индивидуальные стандарты для собственников жилища, отдельно для нанимателей. Учитывая тот факт, что в первом полугодии у нас не повышались тарифы и нормативы, размеры региональных стандартов на первое полугодие остались в том же размере, что и в том году. А со второго полугодия они, естественно, проиндексированы на тот плановый рост тарифов и нормативов, которые нами рассчитаны. Область окажет поддержку для повышения зарплаты работникам культуры и педагогам дополнительного образования в сфере культуры. Для этого в региональном бюджете предусмотрено более 130 миллионов рублей. Зарплата работникам культуры Верхневолжьи повышается последовательно. В этом году она вырастет дважды и выйдет на показатель более 56% к уровню средней зарплаты по области. Мы в полном корне меняем отношение к области культуры, которое, считаю, много лет, незаслуженно. Оставалось вне внимания или со слабым вниманием. Как бы тяжело не было с бюджета, но задача поставлена президентом. Никаких сомнений не должно быть, мы ее выполним. И средняя зарплата в области культуры, доведенная до средней в регионе, эта задача будет выполнена. На заседании правительства также предусмотрели гранты начинающим малым инновационным компаниям. На это в текущем году предусмотрено 3 миллиарда рублей. Увеличивается и поддержка аграриев. В целом в виде субсидий они получат около полутора миллиарда рублей.